Давайте посмотрим, что у нас здесь. Во-первых, демон-хантер с одной стороны, демон-хантер с другой стороны. Договорились за прям на ГГ? Да не, не, нет, я даже договариваться не это со мной. Во-первых, я не умею, во-вторых, я не хочу. Вот, вызвали, всё, страховочка будет подороже, наверное. Ну, потому что машина у нас одна, на Женю. У неё там 2-3 уже косяка есть. У меня вот первый. Ну, я прям торопился. Торопился-то, товарищи. Я зря пропустил. Короче, выезжаю со двора, вижу на Жигуле стареньком едет. Думаю, блин, вот он должен выпускать меня, я со двора выезжаю. Ну, ладно, блин, не буду это самое по... Начал сдавать. Это, зеркало заднего вида. Посмотрел, ничего не увидел. Оно под Женю было настроено, я её не перенастроил, когда стартанул. Ииии, всё. Джбойнкс. Поторопился, в итоге успел. Да. Торопиться некуда было. То есть нам надо было заехать в одно место, взять со старого офиса вещи, заехать с Пашей поздороваться и вещи завести. И спокойно поехать это самое назад. Успел. Всё, успел. Буду умнее в следующий раз. По крайней мере, хочется думать. Итак, давайте... Во-первых, Лил Ди Си. У нас правый верхний угол, красный эльф. Они очень будут похожи, судя по Демон Хантерам и стратам начальным одинаковым. Третий уровень у Фогича. Это уже очень хорошо. С одной стороны, можно было прописать Бёрн. Да, второй. С другой стороны, если ты тратишь ману, то тебе значительно менее выгодно восстанавливаться в Мунвейле. Я видел по глазам Демон Хантера, что с одной стороны у Фогича появилось желание сделать Бёрн. Он так то ли остановился, то ли даже немножко вправо Дёрнулся, а потом пошёл уже на базу. Видимо, вспомнив про... Ну, то, что лечиться будет сложнее из-за минус сотни маны. Потому что у него со здоровьем серьёзные проблемы. Ну, сотни, потому что он потратит 50-60 на свой Бёрн. И там же 60... Нет, там снова 50. Хорошо блочит. Убивает одну Арчу, вторую пытается добить, но там Арча блочит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, давай! Ай, рано сдался, получается. Просветочка будет? Просветочка есть. Но здесь уже не стоит сражаться, потому что дерево с руки там по 50 бьёт. У Демон Хантера нет глаз. Есть глаза. Просто он... Он демонов-то видит, понимаешь? А так да, так тут демонов-то нет. Хотя Демон Хантер, если за уши притянуть, опять же, он тоже демон. Армию игрока атакуют. Ну, после того, как кровушки хапнул. Получается, да? Если у Демон Хантера есть ульта, скажем так, значит он уже демон. У-у-у-у, точно. Ну, ты не можешь просто так получить хаос-урон, если не выпил крови монароха. Манарота. Чего-то там, мана. Правильно? Правильно. Всё, прошли компанию когда-то. Ну, почти прошли, кстати, в рефоржде. Вспомнили матчасть Он видит демонов, но не видит женщин Нет, он не видел Женщин 10 тысяч лет А сейчас-то, пожалуйста, налево-направо Времена такие Посмотрел сорочка слева Посмотрел там Прист справа Нет, ё-моё Три серклетки, в общем, у Фоги Отличные артефакты Здесь тоже неплохо Две серклетки и перчатки И мне нравится, что Фоги действует агрессивно Выбивает артефакты Череп Гулдана, Жак, говорят Череп Гулдана А Гулдан какое имел отношение к демонам? Гулдан это орк, который Ну, который тоже там куда-то ходил, что-то делал Давайте, всё, они уже Вот Посмотрел ДХ женщина Кстати, да, это же вполне вероятно Посмотрел, а там Посмотрел сам женщина Только не видел Женщин Десять тысяч лет Всё не по лору Всё не по лору Ладно Две лорницы Тайминг лорниц, как вы видите У Фогича Очень странный Вроде как Т3 одинаково, да? А тут медведи уже делаются А у него нет Как объяснить? Непонятно Как это объяснить? Ну, можно объяснить Завтыкал, но мне не хотелось бы так объяснять действия Фогича Но, видимо, да Завтыкал Ладно, есть у него став Шикарнейшие артефакты Вы посмотрите на Димку Ещё книгу ловкости прочитал Плюс 6 ко всем атрибутам Плюс 6 ещё к ловкости 12 ловкости Соответственно, 12% скорости Атаки 12 к урону И ещё докидывается броня Жизни много Почти 900 Арбу взял Можно передавать Когти вынужден отдать Был наги Потому что, ну, выбирая между арбой И когтями Лучше, конечно Арба Ну, Фогич лезет на приста Потому что он бесит И кидает Inner Fire А тут красная точка Вообще, Лилл Ди Си Делает А он затерянного, да? Играл на втором Старкратце Он И много, кстати, играл Затерран Затерран Или затосов Нет, как эльф Он должен играть затосов был Но мне кажется, что он терраном был Пайпа выпадает Да, сейчас мне поправят в часике Самому любопытно Не помню просто точно За кого он играл Не играл вообще, Вирдос, говорит Старкап 2 Лилл Ди Си Не играл во второй Старкап С кем-то я его тогда спутал Хотя, с кем можно его спутать? Не, если Вирдос говорит Он-то специалист по многим вопросам По Старкапту в том числе Поэтому Вообще не играл Интересно, чем он занимался тогда? В тот период, когда Варкафта почти не было Тарзейн играл Да, наверное, с Тарзейном Швед Швед Терран Терран Правда, Тарзейн В Варике играл за Хуманов Ну, что как раз Логично, да? Играл за Альянс Начал играть за Терранов Играл за Эльфов Начал играть за Тосов Андеды Зерги Сходство есть О, это что такое? Ты куда? А, он думал, что там можно Что там можно подрывников купить Нифига себе, мув какой Ну, это мув на минус тролли просто Я не пойму А где Медведи Фогичи? Почему он Эмм Почему он хотя бы на 50 лимита Медведей не достраивал? Почему не делает грейд Второй на атаку Или там какой у него Второй же должен быть У него по нулям грейды Что происходит? Что это? Завтыкал с грейдами Тут, правда, тоже 0-0 Первый грейд на атаку только пошел Что это? Видимо, хочет дирижабль Но дирижабль Лил Дисе уже взял Вообще, сейчас может быть даже Эншен до Винда Надо бахать, учитывая ситуацию Что не совсем понятно, как отбиваться От дирижабля Ну, типа, самому быстрее Атаковать Армию игрока Как-то потерялся Фогич Да, он хотел тогнать дирижабль Своим Димкой Ну, то, что Фогич первым оказался В дирижабле рядом с мейном противника Это очень хорошо Что в этот момент он может Хорошо контролировать Происходящее на На карте Это фейк пошел дальше То есть потерял Лил Дисе Его из виду По дирижаблю не скажешь Полный он или нет И поэтому даже вот такой Пустой дирижабль Может сейчас развернуть Лил Дисе Всю его армию А в это время Гогич идет Просто и крепит желтую точку Кра Сау Чик Не доконтроливает Не доконтроливает Фоги Лил Дисе О чем-то Догадывается Кажется Да Потому как контролируется Дирижабль Уже понятно Что здесь что-то не то Да И находит сейчас армию Став на медведя Минус телепорт Хорошо Хоть телепорт есть Куда Миша идет Ну как ты контролишь Знамитая танкование Медведями Без формы Всегда так делаю Так ну что Не очень хорошо Разыграли дирижабль Он конечно еще живой И пригодится Но Хотелось бы Больше чем одну точку Собрать Грейда 1-0 Грейды делаются 1-1 здесь У Фогича Лимит 51 Что Почему 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 Так Достраивает Виспов Лил Дисе Тоже выходит Из лимита Но он выходит Из лимита Только В тот момент Когда увидел Что Фогич Тоже Пошел Из лимита Ну он Пришел Прилетел Дирижаблем Видимо И увидел Как лорница Тут машет руками Скорее всего Так Чем позже Ты выходишь Из лимита Тем У тебя золота Больше Из-за того Что ты не штрафуешься Но учитывая То что здесь Окошко было Не очень большое По По штрафу Возможно Ой Важный момент Борьба за красную точку Последнюю Оставшуюся 62 на 58 Но непонятно Где какой лимит То есть визуально Их одинаковое количество Шесть медведей Здесь Шесть медведей Тут И вот на подкрепе Две дриады Ну почему не сражается Фогич Я не понимаю Его больше Уже больше Не доконтраливает Он в обоих моментах К сожалению Ну и Лил Ди Си Спокойно Крипится Причем у него есть Телепорт Фогич поздно Приходит Нет вообще Лил Ди Си Нисколько Не выглядит Слабее Напротив Рык очень поздний У Фогич Сейчас стенка На стенку Не факт Что Не Не хочет Сражаться Лил Ди Си Теряет Барак 65 На 60 Ну на 70 Все таки Это уже Финал Не Не Нет Это Где-то 1 4 1 4 1 8 Самое Интересное Впереди Но Тут Можем Можем Фоги Уже Потерять Игра Очень близко Тем более Что там Аура Есть Даже 2 Ауры Даже 3 Ауры В общем Все они Полезные И Паладиновская Полезная И Андейдовская Полезная И Бриллинс Аура Тоже Полезная И По лимиту Не отставит Лил Швед Сейчас Еще Если Свиток Купят По По Стариночке По Классике На Такой Лимит Может Зайти Протекшн Взял Берн Позиционно Лил Диси Здесь Выигрывает 70 Лимит На 70 Герои Одинакового Уровня Поркеты Пошел Контроль Протекшн Не Своевременный Но Тем Не Менее Работает И Спелит Неплохо Сейчас Фогич Поркеты Нужно Кидать Дима На Диму У Димки Есть Бутылка Он Не Делает Берн Бегают Медведи Фогич Просто Бесцельно Не Атакуют Бутылку Выпил Один Кота Битый Все Рано Уже Крес Передаю Диме Поркеты 55 На 66 Лил Диси Выигрывает Такой Старт Классный Индве Ауры Три Ауры Крест Можно Не Отпустить Его Отсюда Став Нет Нельзя Был Не Отпустить Проблемы Скорее всего Были С Креп Крепрутом У Фогича То есть Если Противнику Удалось Забрать Две Красные Точки Значит Что-то Все-таки Делалось Не так Все-таки Что-то Было Не так Где-то Мы Потеряли Время Где-то Мы Бежали Не туда Куда Надо Бежать Потому Что Ты можешь Сказать Что О Повезло Там Выпала Одному Выпала Аура А другому Выпала Там Не знаю Там Плюс Инта И плюс Агила Да Предмет Но когда Обе точки Забирает Один и тот же Человек То есть Как бы Рандома Нет как такового То есть Вы не просто Пилите карту Напополам Забирая Каждый Свою Там Точку А когда Ты по каким-то Причинам Жирную точку На карте Свою Не Не забираешь Это уже К тебе вопрос Почему так Произошло Ну и Соответственно Тот человек Который Какие бы то ни было Там артефакты С этих точек Получает А здесь Как бы Две аурные То К нему Ну К нему Нет вообще Никаких вопросов Он пытался Он закрепил Он получил Все Фогич тем не менее Подрезал кучу Медведин халяв Но по экспе Как бы Все Ровненько Но так то да Там Можно было Вот здесь Вот Не отдаваться Так лилдиси Тем более Что у него Аура Есть на регенерацию Маны Попробовать Отступить Итригенится Это секундное дело Может быть Имеет смысл Не знаю Не Расконтролить Еще можно Конечно Тем более Дирижабли Есть Но сложно Тем более Минус Мудвелл Пошел Реджув Еще Минус Один Мудвелл Потенциально Потенциально Реально Уже Дима танкует Непонятно Как лечиться Барак Помогает Выпинковывает Но Там Лилл Сишни Димка Под Реджувом В долгое время Стоял Полностью Здоров На данный момент Валфогич Проблемы Выходит Медведь Делает Реджув Там Из Рядки Жи Побежала Одна Болись Да Болись Став 55 Димит На 53 Но Очень Красный Пятая Нага Уже У Шведа Блин Потеряем Потеряем Все Таким Хотя Сейчас Димку Подрез Каким Макаром Там Став Без КД Правда Контроль 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 Недоконтроливает Чуть Мунвелла И не успел Задиспелить Задиспелил Хорошо Медведя Шведа Очень много Падает Рядка Там Почти Шестой Уровень С другой стороны Надо пытаться Подрезать Ну вот Лил Ди Си Правильно Делает Что отступает Сразу Форма 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 Реджув 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 Странно Почему Он Сейчас Не Превращается Сразу И не Реджув Это Все Плюс Скорость Регенерации Маны Кажется Возрастает У медведей В форме Если они Ну не в боевой И это Слышал Это от Абвера Сам В свое Время Удивился Ну Леша Да Леша Шарит Жалко Что Потому что Старт был Хороший Вы вспомните Какая разница Была у них По прокачке Там Димка Был Третий Тот Был Начало Третьего И вроде Как Все Хорошо А потом Потом Видимо Была Была Потеря По времени Какая-то Я не знаю Какая Как так Получилось Тролль Вот этот Странный Побежал Видимо То ли За дирижаблем То ли За подрывниками Но Бесцельно Абсолютно Вот Да В медведе Больше ХП Реген В эльфе Больше Реген Маны Вроде как Можно разводы Какие-то Врубить Муновские Типа Вообще Даже Не доконтроливает Мишку Этого Как Как Невнимательно Есть Телепорт У него Телепорта Нет Бэйстрейд 42 Лимит На 55 Может Убить Мэйна Потом Селепортироваться Попробовать Отбиться Под деревом Здоровым Шанс Хороший Лил Севелил DC Ведется Вот это, возможно, ключевой момент Потому что дерево-то есть, лорницы есть В принципе, с этим можно... Ну, сложно, конечно Но можно работать А, у Фагича тоже нет телепорта Сплетится сейчас швед А, дирижабль есть Быстро, 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 быстро в дирижабль Но ничего можно, по крайней мере, вымошнить. Ну куда ты, козочка? Ну доконтраливай козочку. Я понимаю, что она на разведку была опущена. Ну зачем так отдаваться-то, ну? Ну дирижабль есть. Дирижабль полетел. Куда ты? Что ты ж знаешь, что он внизу? Твою налево. Серьезно, мимо пробегать будем? Ну как? Ну как? Сейчас Дима может не уйти просто, если подблочишь нормальный его. Став, 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 на Диму. Или на медведя. Почему он не прыгнул в дирижабль? Это же все, это минимум ничья. Ну вот, объясните, как контрить дирижабль в LDC? Ну вот как? То есть здесь есть дерево, здесь есть две лорницы. Можно перекопаться потихонечку. Тут висит у тебя дирижабль. Армия выходит, дроп. Надо делить. А как бы нет такого серьезного преимущества, чтобы нормально делить. Фоги отчинил дирижабль. Сейчас его могут сбить. Ну смотри внимательнее, смотри. Ой, ёпроса ты, как так, как так-то. Я горю просто, я горю. Все, у LDC нет мейна. Он открылся. Все, что есть у него на базе, это вот оно и есть. Дерево можно попробовать. Я не знаю, как на самом деле. Надо медведя высовывать и реджувить. Надо восстановить сначала здоровье своей армии у всей. У всех. А шведу нужно закрепить всяких троллей, наверное. Блин, это может быть... Вот почему, почему ты... Почему, 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 зачем, зачем, зачем? Что ты спокойно улетел? Медведь реджув, медведь реджув, медведь реджув. Ты зеленый. Вот, вот что это за четырех зеленых медведей у тебя будет. Блин, сейчас он от форки-то может просто медведей потерять. Нагады ряда плюс один мышь под кауцем отобьет всех кацаных медведей. Ну, это-то да, это понятно, что это в девятку оценок. Он же еще успел потерять одного и двух юнитов до того, как Лил Ди Си немножко психует. Он атакует свой мунвал. Фоги не диспалит виспов по 120. Дерево выкопалось. Закопалось. Блин, сейчас он форки-то дождется. Лорница убил. Блин, я волноваться начинаю. Не так много маны у мишек. 130, 140 почти. 220, 150. Там почти три медведи могут сделать реджув. О-о-о-о, персоналочка быстренько. Да, тут пять медведей, вот это уже опасно. Ну куда он ману копит-то у мишек? Скажите, скажите, куда? Да. На рык, говорят. Нет. 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 У меня интернет моргнул. Так, фоги стримит. Нет. Эпи стрим. Как жалко. Компот, ну чего ты начинаешь так, господи? У тебя не было никогда проблем с интернетом? А, Воливерин стримит эту игру. Может, волплей-то нет, волплей-то. Пловили или еще что? Нет, нет, не стримит. Воливерин давайте по рестримим. Вот зачем он виспо взял с собой. Да. Жакаре строится для мануэлла. Нет, здесь нет места, кажется. Не хватает места для мануэлла? Да ладно. Там еще нага умирает. О боже, нам нагу перехватили. Приходится, мануэлл, места хватает. Ну, вроде все. Остается последний мануэл. Пытается здесь ушатать здание. Там Дима... Нет, здесь уже никак. На пофиг пытается тут будет убить здание. ГГМ. Но войско у него не то. Да, жалко, жалко, жалко. ГУЛОВИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ